Вот и что, дорогие друзья, всем хорошего, благословенного месяца. Бессуротто, вот, ешуод, венехамот. Итак, на этой неделе мы изучаем с вами недельную главу Ноах. Ужасная катастрофа, всемирный потоп. Люди стали духовными варварами, духовными такими вот дикарями. Разврат, грабеж, нарушали все законы, которые только можно нарушить. И Всевышний говорит, ребята, вернитесь ко мне. Вот Ноах, я сейчас строю ковчег через него. Вот, сделайте чуву, будет потоп. 120 лет им дали возможность измениться. Наверное, во всех СМИ писали, что вот, какой-то там праведник Ноах, с ним говорил Бог. Вы знаете, может, обратитесь к нему, поговорите с ним, почему потоп, что сказал Бог. Никто не приходил, все только смеялись и продолжали свое духовное падение. И, к сожалению, случился вот этот всемирный потоп. Кстати говоря, очень интересно, что на планете Земля до сегодняшнего дня, вот то, что Тора нам описывает, что был 40 дней дождь, потом год был потоп. Вся вот эта вот вода, которые, все осадки, которые выпали во время потопа, все это есть на планете Земля, на северном, на южном полюсе. Вот эти вот ледяные глыбы. Там есть именно то количество воды, про которое говорится в нашей ледяной главе, про потоп. Оно все собралось потом во льды. Вот эти вот ледяные глыбы. Кто не верит, что был потоп, пожалуйста. Вот Тора, говорит, был потоп, вот на планете Земля есть вот именно то количество воды. Поэтому, как бы, я не знаю, как скептики и атеисты могут отрицать такие вот очевидные факты. Итак, потоп, все умирают. 120 лет им дали возможность вернуться, никто не хотел возвращаться. Даже один не вернулся. Вернулся бы один. Все были бы спасены. Но, увы, никто не хотел делать шву. Я бы хотел обратить ваше внимание на такой очень интересный момент. Итак, Нох с вот тремя сыновьями, женами идут в ковчег. Всевышний чудесным образом собирает всех животных. Они все пришли, все поднимаются, все остальные погибают. И вот остается один ковчег, одна такая большая, такая вот, большой такой Титани, который не потонул, в отличие от Титаника. И что же там происходило? Всевышний сказал, что сейчас из-за того, что происходит вот такая вот ужасная трагедия, и Всевышний судит и наказывает все человечество, все живое, он запретил Ноху и его сыновьям продолжать естественный образ жизни. И он запретил вот эту вот заповедь, которая вот первая заповедь, плодитесь и размножайтесь, это было запрещено в ковчеге. Никакой семейной жизни в ковчеге. И у Ноха был сын, его звали Хам, один из трех сыновей. Он это запрет, вот это прямое указание Всевышнего, не заниматься семейной жизнью ни в коем случае в ковчеге, он это нарушает, и он был со своей женой. То есть, мы видим, что прямо-прямое нарушение в ковчеге у Ноха. Как бы повел бы себя, может быть, обычный отец? Он бы сказал бы так, у меня есть три сына. Два праведника, я праведник, и один сын, он грешник, он нарушает прямые приказы Всевышнего. Может быть, стоит мне сделать еще какой-то быстренько подсуетиться, построить маленький ковчег, и Хама с его семьей выгнать от нас. Они же могут плохо на нас влиять. Но мы знаем, что Нох так не поступил. Почему он так не поступил? Потому что кроме вот этого хэшбона, кроме вот этих важных мыслей о том, что вот этот хам, он может испортить других двух сыновей, есть еще один хэшбон, есть еще вот одна важная вещь, о которой нужно подумать. Ведь если хам останется с нами, есть вероятность, что мы его исправим. Он находится в хорошей компании, он находится в кошерной компании. Поэтому Нох принимает решение ради спасения хама, чтобы он еще хуже не испортился в духовном смысле, в смысле того, что нужно понимать, что если Бог что-то говорит, это очень серьезно, и нельзя эти вещи нарушать. Он оставляет хама с другими двумя сыновьями, чтобы дать возможность хаму исправиться. Очень-очень важный урок. Если мы хотим кого-то из наших знакомых перестать с ним общаться, потому что он плохо влияет, конечно, это очень-очень важно, и это очень правильная мысль. Мы это учим из Сары. Сара выгнала Агария Ишмаэля, сказала, он портит моего сына Ицхака. И это было правильное решение, с которым согласился Всевышний. Нужно выгонять из нашего общества людей, которые плохо на нас влияют. Но нужно не забывать, и это мы учим из Ноха, что если его влияние не настолько сильно, а это нужно очень-очень ощущать, распознавать, насколько он влияет. И если его влияние не сильно разрушительное, нужно не забывать, что нужно и ему дать шанс. Ведь если человек находится среди правильных, праведных людей, у него есть шанс вернуться и исправиться. Не нужно спешить кого-то выгонять, не нужно спешить кого-то удалять от нас, а нужно не забывать, что ему тоже нужно давать шанс. И этот шанс Нох предоставил Хаму, хотя впоследствии мы видим, что Хам не исправился, а наоборот начал делать еще более худшие грехи. И то, что дальше написано, когда они вышли из Ковчега, он стал грешником, потом он был проклят, к сожалению. Но Нох хотел дать ему шанс. И нужно не забывать, что даже если человек находится просто в хорошей компании, он просто пришел в синагогу, он не молится, он не учит Тору, но уже есть влияние святости на него, и у него есть награда за это. И нужно стараться давать шанс людям вокруг нас, чтобы они тоже могли подниматься и расти. И это, говорят наши мудрецы, простой пример. Точно так же, как я захожу в парфюмерный магазин, в магазин, где есть много разных видов духов, когда я выйду, я все равно буду пахнуть этими духами, даже если я ничего себе не купил. Сам факт нахождения в хорошей компании, оно уже на тебя влияет, и дай Бог, чтобы оно исправило всех тех, кому нужно исправление. Вот такой вот важный урок мы видим из победения Ноха и Хама. Он его не выкидывает, потому что его влияние, наверное, было не настолько сильным, чтобы опасаться, что он испортит двух сыновей, но дать ему шанс и возможность на него повлиять, Ноха это сохранил и оставил в Ковчеге. Спасибо большое за внимание. Всем хода штов. Дай нам Бог всем расти духовно, приятно других духовно, и чтобы мы все вместе поднимались вместе ко Всевышнему. Спасибо огромное.